Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет, друг! Это Зверько. Знаешь, когда канал попадает в теневую бану, это немного развязывает руки. И вот случилось. С этим гайдом я выполнил личный челлендж. Сделать гайды на всех вышедших героев Mobile Legends. Итак, приступим. Один из самых сложных героев в поддержке Рафаэла. Да-да, ты не ослышался. Я считаю Рафаэлу сложным героем. И вот в чем дело. Как говорится, easy to learn, hard to be master. Играть за Рафу легко научиться, но сложно быть профи. В чем же дело? Давай небольшим авансом ты подпишешься на канал, сделаешь колокольчик серым и прожмешь лайк. Сделал? Ну, давай разбираться с Рафой. Навыки. Пассивка совсем не впечатляет. Это просто посмертный выстрел, который могут вдобавок заблокировать чужим телом. Например, телом танка. И вместо добивания обидчика ты получишь пшик. Как и с Заском. Разрабам не хватило фантазии сделать что-то интересное. Первый навык. По сути, это три снаряда по рандомным целям. Но есть приоритет целей. Навык прежде всего предпочитает атаковать героев. На втором месте лесные крипы, а на третьем миньоны. У навыка быстрая перезарядка. Четыре секунды. Но она не сокращается с повышением уровня навыка. В билде саппорта навык используется как замедлялка врагов. Кроме того, им очень удобно засвечивать подлых пустовых врагов. Немногие знают, что когда этот навык попадает по цели несколько раз, его урон по этой цели возрастает. Значит, если тебе кажется, что Рафа по тебе наносит слишком много урона, просто посмотри на ее стаки у себя над головой. Если они заполнены, то стоит отбежать секунд на шесть. Если получится, конечно. Потому что второй навык Рафы это ускорение. И этот навык делает ее бойцом поддержки. Кроме ускорения, Рафа исцеляет себя и союзников. Перезарядка второго навыка сокращается с уровнем. И я в принципе рекомендую прокачивать его в первую очередь. Вдобавок, его полезность будем усиливать в сборке. Ульта. Это банально волна оглушения с весьма долгой анимацией. Из-за того, что она медленно поражает площадь, от ее дальнего края многие игроки способны банально отбежать в сторону или разрывать расстояние, отступив на пару корпусов. Чтобы ульту результативно вкидывать, есть маленькая хитрость. Просто используешь ее в упор к цели, и ты застанешь эту сволочь агрессивную. Вот что мы имеем. Замедление, ускорение и стан. Все должно быть просто. И да, я согласен. Играть среднее на Рафе очень просто. Чекаешь кусты, опекаешь дамагера, исцеляешь и стараешься оглушить подлецов. Но. Профессиональная игра на Рафе сильно выделяется. Я играл лишь с одним про-игроком на Рафе. Тогда я опал мифа на циклопе. Как его геймплей выглядел с моей стороны. Он находился немного передо мной. Вносил замедление для возможности моего прокаста. Невероятным способом считывал мое кд навыков и ускорял идеально, когда я был готов добивать противника. Он сам же играл роль танка, принимая урон на широкую грудь Рафы. Помогал с отступлением, прикрывая с собой. Отбивался ультой и, конечно, ускорял. Лично я абсолютно не бомблю, если напарник случайно застилил килл. Но даже тут он не оплошал. Практически не стилил и добивал, когда было нужно. Я был сильно впечатлен его интуицией. Но это было давно и я ник не запомнил, прости, друг. Могу ли я показать такой же геймплей? Честно, нет. Для этого нужна привычка, тайминг и мышление. Но что я могу? Это дать удобную сборку для самореализации тебя в роли саппорта. Для удобства дам два билда. Билд саппорта как базовый. И билд в урон можно использовать в рангах до эпика. Если команда не добрала в своем пике дамажащих героев. Первая сборка ориентирована, конечно, на поддержку. Что нужно поддержке? Это благословение Роума. Рафе идеально подойдет Роум благосклонность. Однако, в команде должен быть только один персонаж с Роумом. Почему так? Можешь посмотреть вот в этом видео. Роум лучше взять со второго уровня, когда у тебя есть и лечение, и замедление. Дальше оптимально сразу взять обувь демона. И больше не думать о мане. Давай подумаем, что нужно Рафе лично. Вносить статусы замедления и ускорения как можно чаще. А и в этом нам поможет зачарованный талисман. С помощью него мы можем увеличить максимальное сокращение перезарядки с 40 до 45%. Думаешь, 5% мало? Но сколько раз за игру ты быстрее применишь навык? В фулл сборке при 45% КД первый навык перезаряжается за 2,2 секунды, второй навык за 4,7 секунды и ульта перезарядится за 18,7 секунды. Чем больше ты применишь результативно навык, тем выше твоя КПД как Рафе. Эта мысль не лежит на поверхности. Я пришел к ней в 2019 году, слушая анализ игр искусного интеллекта OpenAI, который максимально часто использовал навыки героев, сосредотачивая их на атаке. Вот эта идея прессинга и внесения профита вполне логична, если подумать. Хотя есть исключения, но это не ролик рассуждения, а гайд. К нему и вернемся. Порой в бою есть ситуации, когда антихил нужно собирать сразу, но чаще он крайне нужен со второго предмета. В нашем случае отлично подойдет господство льда. Я поначалу опасался за расстояние, на котором он работает, но проверил область действия. Вот смотри. Какие нюансы есть? Собрав жерель из заточения, мы расширим радиус накладывания антихила за счет навыка и выстрела с руки. Но навык не дает стопроцентного попадания по нужному герою в момент массового боя. Кроме того, его нужно поддерживать попаданием в цель раз за разом. А собрав лед, тебе просто нужно находиться рядом. И это постоянная область антихила вокруг тебя, что очень удобно. Вдобавок, лед снижает скорость автоатаки противника, дает тебе физическую защиту и сокращает перезарядку навыков на 10%. Первый навык рафы уменьшает скорость бега противника на 40%, но это же замедление можно усилить, взяв штормовой пояс. На этом этапе сборки мы получаем готовые минус 45% перезарядки, увеличиваем свое здоровье, физическую защиту, а теперь после каждого навыка накладываем замедление по области своей автоатакой. Мы себя обеспечили физической защитой, но нужно что-то сделать с магической защитой. Для этого есть два топовых предмета. Щит Афины, который резко поднимет защиту от комбо-прокаста, и Сияющая броня, которая спасает от колдунов-пулеметчиков, например, ульты Чане. Что в итоге мы имеем с билда? Безграничную ману, быструю перезарядку, замедление и антихил. И покрытый универсальной защитой. Как только ты освоишься с героем, то сможешь легко подправить билд под свой стиль игры и сетапы пика героев. В очередной раз напоминаю, билды сапов и танков меняются в зависимости от нужд команд в каждом конкретном бою. Теперь билд на урон. Его пройдем кратко, чтобы не заскучать. Традиционно об демона и зачарованный талисман. Теперь пора антихила. На этот раз берем ожерелье заточения. Хороший буст к урону дает джезл молний. На этом этапе у нас будет уменьшение кд 40%. Если ты хочешь сократить его до 45% и не потерять в уроне, то берем косу бедствия. Если ты не любишь ждать анимацию автоатаки, а любишь заливать все огнем, то твой выбор пылающий жезл. Также можно взять жезл снежной королевы и замораживать передвижение подлых вражин по вашим кустам. Последний предмет в этой сборке – священный кристалл. С такой сборкой Рафа начинает наносить порядочный урон и не давать противникам скрыться. Минусы – ты будешь стереть килы союзников. Это, конечно, плохо и непорядочно, но может быть, если союзники и раки, то все нормально. В этих сборках дополнительные 5% к скорости перезарядки навыков дают эмблемы поддержки, вкачанные вот подобным образом, и с перком на голду. Дополнительный навык больше всего подойдет щит, либо навыки перемещения. Последний советок краток – замедляй, ускоряй, педофиг. На этом все. Напиши в комментариях, ты этот гайд посмотрел по уведомлению, по зову сердца или реально гуглил гайд на Рафу. А если поделишься этим видео в своих соцсетях, блогерам будет очень приятно. Удачных боев, друг, жму лапку. Субтитры подогнал «Симон»